Если вдруг вы не знали, то я сейчас сильно вас удивлю новостью, что существуют и другие модели электрокаров, о которых вы могли не знать. Tesla – прекрасный автомобиль, который заполонил наши сердца и умы. Это айфон среди автомобилей, который создает тренды и много шума вокруг себя. Но за ней уже выстроился стройный ряд из множества других брендов, один из которых вполне вероятно составит основную конкуренцию уже очень скоро. И речь идет не о тех, кто вынимает ДВС из своих лучших авто и добавляет в электричку в большой свой модельный ряд, а о тех, кто сосредоточен только на новом типе автомобилей с приставкой электро. Напишите, кстати, мне в комментариях, о скольких из них вы раньше слышали, а у кого, на ваш взгляд, самые большие шансы стать лидером и занять место от Теслы, например. Ну и подписаться уж не забудьте, через пару лет будет интересно узнать, кто был прав, а кто нет. А пока вы ищите кнопочку с колокольчиком, я сделаю перерыв на мое новое интро, и давайте начинать. Карма Карма Автомотив – американский бренд электрокаров, который в 2014 году выкупил китайский производитель автозапчастей Ванг Сианг Групп. Сейчас предприятие базируется в Коста Месси, всего в часе езды от Лос-Анджелеса. Дебютировали они в 2011 году со своим спортивным седаном Fisker Karma, названного в честь Хенрика Фискера, одного из основателей этой компании. Тогда было продано 2000 автомобилей, но что-то пошло не так, и после того, как несколько аккумуляторов пришлось отозвать, компания объявила о своем банкротстве. На помощь тогда пришли богатые китайцы и дали денег, чтобы хоть как-то начать завоевывать американский авторынок. В Штатах ведь до сих пор ни одного китайского автомобиля и ни один американец не ездит на китайских машинах. Сейчас на своем сайте они предлагают две модели – гибридную GS6 с запасом хода 360 миль или 580 км и расходом 70 миль на галлон или 4 литра на 100 км. И GS6E, полностью электрическую, представленную в комплектации Sport и Elite. Запас хода 300 миль или 483 км. Для управления используется только одна педаль, что интересно, и разгон от 0 до 60 миль, то есть 100 км, всего за 4 секунды в комплектации Sport. Батарея 110 кВт и мощность 530 лошадиных сил. Всего за 4 часа машина зарядится почти до 90% и стоимость почти 80 тысяч долларов. Говорят, у хорошего человека должна быть хорошая карма. Посмотрим, какая новая этого автомобиля. Следующий в моем списке – Lucid Motors, ранее известная как Ativa. Американская автомобильная компания, специализирующаяся только на электромобилях. Компания была основана в 2007 году и базируется в Нью-Йорке, тоже в Калифорнии. За 10 лет каким-то образом компании удалось собрать 131 миллион для реализации всех своих идей. По некоторым данным, большинство сотрудников Lucid ранее работали в Mazda, в Tesla Motors и других автомобильных компаниях. Производство автомобилей решили разместить в Аризоне, видимо, там земля дешевле. И свою первую партию обещают выпустить либо в конце этого, либо в начале следующего года. По предварительным данным, в год они планируют выдавать 10 тысяч автомобилей с запланированным расширением до 300 тысяч. Просто для сравнения, Tesla за прошлый год продала почти 500 тысяч своих авто. И это в год карантина. Я была в единственном салоне Lucid, который открыли недалеко от салона Tesla, и вот что мне удалось узнать. В салоне представлена пока что только одна модель. И к этой модели не то, что нельзя подойти, в нее нельзя сесть и нельзя ничему потрогать. Потому что это концепт представлен только в одном экземпляре. И если вы что-нибудь потрогаете, у него может быть что-нибудь отвалит в зуб. Поэтому я сейчас пока не уверена, что я готова рассказывать много о машине, в которую не разрешают сесть, и в которую не разрешают потопить в окночек. Это неправильно. Я вам заявляю об этом. Итак, представлено 4 варианта автомобиля. Можно выбрать самый дорогой, который дольше всех едет. У него 1080 лошадиных сил, и он самый быстрый. Можно выбрать немного подешевле. Здесь представлен сейчас Grand Touring. У него самый большой запас хода, 517 миль. И самый дешевый будет вот этот, вот, с 480 лошадиных сил, AirPew. Будет стоить он от 70 тысяч долларов. А вот этот будет стоить от 161 тысяч долларов. Конечно же, менеджерам в салоне не нравится, когда их сравнивают с главным конкурентом Tesla. На что они пришли обратить внимание, чтобы выделить себя от Tesla. Это, прежде всего, более эффективный расход батареи. То есть, автомобиль проходит большее количество километров с тем же объемом батареи, которые у него представлены. Кроме того, посмотрите на цвет этих машин. Среди них нету красной. Поэтому красная Tesla, она уже как красная в Ferrari, весьма узнаваема. А вот у Люсида есть бордовый, золотой, но красного нет. Также материальные отделки. В рамках сети American Electricity, Люси предлагает бесплатно заряжать свои автомобили три года. Не знаю, все ли Люси захотели сразу же стать владелицами автомобиля Люси. Но точно шанса в этом году ни у одной Люси не будет. Потому что эти автомобили пока что не производятся в том количестве, в котором они бы могли удовлетворить рынок. Ну, я надеюсь, появится больше автомобилей, которые смогут составить конкуренции Tesla. Потому что всегда интересно наблюдать за тем, как меняются бренды, за тем, что новое они предлагают. И вообще, за тем, как будет изменяться мир. Rivian. Еще один американский производитель автомобилей и технологическая компания, основанная 12 лет назад, в 2009 году. Ее цель и, как это принято называть миссия, создавать только экологически безопасные продукты и услуги. Связанные, конечно же, с транспортом и поиском приключений. В мае 2018 года Rivian заявила, что они окрестили свой будущий грузовик рабочим названием A1T, а их внедорожник рабочим названием A1S. Но осенью того же года грузовик и внедорожник были правильно сделаны переименованы V1T и V1S. Rivian One Truck обещает быть надежным спутником всем любителям приключений и проезжать на одном заряде более 400 миль, как только его выпустят в январе 2022 года. По предварительным характеристикам у него будет 3 секунды до 100 км, которые будут обеспечиваться специальным четырехмоторным двигателем с распределяемой мощностью на каждое колесо, что также обеспечит хорошую управляемость и качество поведения. Знаете, на дороге он будет надежным спутником. Стоимость 73 тысячи долларов конфигурировать, как и Tesla, и заказывать можно прямо с сайта. Rivian, который SUV, от трака будет отличаться только конструкцией задней части и тем, что сможет перевозить уже 7 человек благодаря наличию третьего ряда сидений. По своему внешнему виду, лично мне он больше напоминает Land Rover Defender, только с еще более смешными и футуристичными фарами. Но и это еще не все. Amazon, крупнейшая в мире площадка для реализации товаров через интернет, заключила контракт с Rivian на производство 100 тысячи электрических фургонов для доставки своих заказов и планирует о них получить к 2030 году. Но первые 10 тысяч обещают выйти уже к концу следующего года, так что очень скоро мы их увидим на дорогах, на всех дорогах Америки. Напишите в комментариях, кто по-вашему займет почетное второе, третье и четвертое место после Tesla, а может быть даже вырвет у нее первенство в ближайшие несколько лет. Готовы ли вы полностью отказаться от DVS и пересесть на электроавто? Пишите в комментариях. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok